Всем привет, господа нажиманы, герой сегодняшнего обзора. Не побоюсь этих слов, топовейший нож из Китая от компании SRM1411TZ. И если обычно я потом говорю после таких слов, кто со мной не согласен, пусть первый бросит в меня камень, то здесь я скажу по-другому. Вы сейчас увидите то, из чего и как сделан этот нож, полностью со мной согласитесь, и вам даже не придется готовить камни. Вообще, смотря на то, как сделан этот нож, у меня создавалось впечатление, что я держу у себя в руках не нож сделан китайской компанией SRM, а нож сделан какой-нибудь итальянской компанией Lion Steel или Viper. Ну, о том, как он сделан в процессе обзора, а сейчас начнем с того, из чего он сделан. Ну и по традиции начинаем с рукояти, которая здесь сделана из титана. Обе плашки, да, как видите, это титановый нудист на фреймлоке, причем обе плашки не облегченные, это просто два куска запескоструйного титана. А посему нож для своих размеров имеет адекватный вес, но по сравнению с другими своими такими здоровыми собратьями, конечно, ощущается, да, и в принципе и есть таковым немножко тяжеловат. А размеры у ножа следующие, 99 миллиметров, да, 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 перед вами такой прям хороший полноразмерный складник. 99 миллиметров, длина клинка этого ножа 226 миллиметров, общая длина, ну и весит он при этом 128 грамм. Ну и вот самое время, господа ножеманы, обратить на то внимание, как сделана рукоять этого ножа. Пока обратите внимание только на плашки, вот на эти шикарные фрезеровки, на то, как сняты, как заглажены края. И самое главное, обратите внимание на то, чем разделены эти плашки. Ну, вернее, не на то, чем, тут понятное дело, что бэкспейсером, на то, как он сделал. А? Ну, что скажете? Ну, скажите, не как в Италии. Да не скажете ни разу, вы посмотрите, как шикарно обработан бэкспейсер. Просто вот так вот заглажена вся поверхность в полукруг, как это делают итальянцы на своих элементах, на бэкспейсерах, на плавниках. Плавник я вам покажу попозже. И сделана вот такая вот мелкая, такая вот деликатная насечка, которая как бы есть, и ее как бы нет. Ну и, собственно говоря, этот же бэкспейсер является вот таким вот большим темлячным отверстием. Даже очень толстый темляк можно сплющить и легко через этот бэкспейсер продернуть. Клипсы. Да, клипсы это, пожалуй, тот минус, на котором сэкономили, а может быть даже плюс. Потому что клипсу сделали такую классическую, клипсу сделали стальную, соответственно, никакой у тебя тут титановой фрезеровки. Но с другой стороны, это плюс по сравнению с титановыми фрезерованными клипсами. Она тут самая что ни на есть подходящая рабочей жесткости. Без проблем ссадит нож, отлично его держит и без проблем его снимает. То есть, ну вот те же самые слова, потому что одинаковый китайский, хорошо понятный и всем знакомый клипсы. В этом отношении здесь, как говорится, полная китайская классика. Механика, господа ножоманы, самое время, хотя, знаете, и не всем это покажется недостатком, но сейчас увидите сами. У ножа просто бомба. Просто пушкой вот так вот выстреливает клинок, падает под своим весом. И если бы не детент фрейм лока, то он бы так вот под своим весом и складывался. Кстати, шарик детента, как обычно, здесь все в духе компании SRM, сделан керамическим. Он впрессован в сухарь, которым засухарен замок. Этот же сухарь является овертревелом. И также характерно для этой компании сделаны не керамические подшипники. Но здесь обратите внимание, что подшипники, хоть и стальные, хоть и в обойме пластиковые, сделаны не шариковыми. Сделаны они и роликовыми. И вот тут, что называется, тот самый не то плюс, не то минус. С одной стороны, роликовые подшипники на таком здоровом клинке, это определенный плюс. Однорядный, не двухрядный. С другой стороны, двухрядные керамические подшипники, мне кажется, смотрелись бы еще выгоднее, презентабельнее. И пушка флиппенье, скажем вот так. Ну, а для того, чтобы с пушка флиппом выбросить этот клинок из рукояти, нам нужен плавник. Потому что по своей конструкции этот нож флиппер. Но и тут, господа ножоманы, давайте лучше вот так покажу. Посмотрите, как сделан так же офигенно, так же бомбический плавник у этого ножа. Ну да, слов не хватает, поэтому прибегаю к жаргонизмам. Ибо сопли восторга так и брызжут из моего шнобелька. Вы просто посмотрите. Точно так же, как сделан бэкспейсер, обработан плавник. И точно так же, я скажу, все в духе итальянских компаний. Причем со всех сторон. Что вот здесь вот он полукругом сделан, что вот здесь. Точно так же, господа ножоманы, как сделан обух клинка. Посмотрите, здесь такой же шик, блеск, красота. Точно так же сделан полусферой, скруглен обушок. Здесь, здесь тоже. И сделана точно такая же. Очень дружелюбная, очень нежная такая. Но я бы сказал, что да, практически нечувствительная. Здесь может быть даже в этом ноже именно вот эти элементы. Больше надо воспринимать как дизайнерские элементы. Сделана насечка. Но к клинку вернемся попозже. Сейчас посмотрите на замок. Как он фиксирует клинок. Здесь все замечательно. Здесь никаких люфтов. И единственный может быть минус. Я бы вот здесь захотел на замке видеть точно такую же, может быть, такую мелкую, невесомую, еле чувствительную, деликатную насечку. Но сделали, как сделали. Здесь слегка плашечка. Вторая выпирает за первую, за вот эту вот лицевую. И никакой насечки. Просто сделан скос. Отфрезерован. Записка струи. Ну и тут самое время. Пожалуй, коли я уже раскрыл неоднократно уже полностью нож, поговорить о его удобстве. Да, так как это нудист, это может быть не так тепло и лампово. И может быть даже излишне холодно будет зимой. Но это удобно. Потому что нож, во-первых, большой. Соответственно, рукоять у ножа большая, такая размерная. А, соответственно, эта рукоять будет хорошо лежать как в небольшой ладони, типа моей, так и в довольно большой. Ну и рукоять сама по себе удобная. Классическая. Ну, я не скажу, что она тут пистолетная. Но вот с небольшим, как видите, да, таким изгибом. В сторону мизинца, в задних пальцев. Соответственно, все это очень хорошо ложится в руку. И очень дружелюбно там лежит. В том числе, опять же, обращу внимание за счет своей обработки. Что вот это все скруглено. Максимально дружелюбно ложится в ладонь. И очень хорошо тут лежит. Обратный хват вам покажу. Здесь тоже все ложится на наверши. Хотите, вот в обратном хвате. Здесь вот если вот так, ну чисто так, это вы понимаете, как убивец взять этот нож. То вот здесь как раз-таки очень хорошо ложится большой палец на насечку. И вот именно тут, когда ты его прижимаешь, очень хорошо он контролируется и чувствуется. Ну и наш самый мирный, самый любимый хват для того, чтобы нашинковать себе бутербродик. Тоже реализован просто замечательно. Ну и теперь, господа нажиманы, мы переходим к линку. Да, вот так вот он, ну тантообразно, скажем, тут сделан. Хотя здесь никакого танто, конечно же, нет. И в помине рассматривайте все это дело как модифицированный дрампойнт. И модифицированный, я скажу, что ну не в минус, а даже бы в плюс. Но к геометрии к ее плюсам чуть попозже. Сейчас обратите внимание на обработку. Здесь она сделана двойная, поперечный сатин, поперечный сатин. Здесь записка встроена в тон самой рукояти. Здесь тоже записка встроена, заполирован плавничок. Ну и здесь поперечный сатин. И вся эта красота сделана из стали 154.7. Не путать с поросковой CPM 154.7. Как уже говорил в обзоре одного из ножей этой же компании из этой же стали. Это даже, по-моему, преимущество. Потому что чистая нержа калится до 59-61. Это нам здесь заявили. При этом очень хорошо поддерживается в рабочем состоянии. Ну и скажу, у этого клинка полный порядок не только в плане обслуживания, но и в плане реза. Более, то скажу, более чем порядок. Потому что, во-первых, нож не толстый. Да, в самой толстой части здесь 3-2 мм. Но потом вот здесь уже 3-2,5 мм. Ну и дальше практически в 2 он выходит на кончики. Это по фальшлезвию. Вернее, по его ребру. При этом клинок очень широкий. Ни много, ни мало, а 3 сантиметра. И в отличие почему у Танта. В отличие от Танта, здесь он имеет... Ну, как правило, Танта кончик как раз-таки имеет здесь более... Толстое и свое основание, и толстое сведение. А здесь он имеет равномерное сведение. Причем равномерное сведение настоящего резачка. 0,4 по всей длине. Потом 0,4 вот здесь. Ну, может быть, вот здесь вот 0,45 уже. И 0,5 на кончике. Ну и сами понимаете, как это все режет. 0,5 на кончике. 0,5 на кончике. 0,5 на кончике. Ну, может быть, вот здесь вот... а режут господа нажиманы как вы поняли и как вы это сами заценили хотя вот всю прелесть реза конечно же камера вот эти ощущения не передает режет нож очень и очень замечательно очень классно очень агрессивно прям вот слайсить в некоторых моментах причем за счет своей конструкции как вы понимаете резать тут и причем одинаково с одинаковым успехом именно резать а не ломать как танто ножиком можно двумя плоскостями то есть вот этой самой плоскостью что-то положили на стол нарезали если вам там надо не знаю сосиски киндели крабовые палочки на салате настрогать так и вот этой плоскостью хотя конечно ну и чисто на плоскости именно это здесь будут не очень удобно резать поэтому поэтому у нас есть и 2 за счет плавника так и вот этой плоскостью но вот вот именно в том положении когда плавник не мешается вы будете очень эффективно что-то резать вот этой плоскостью плюс вот этим уголком также эффективно как я резал линолеум ну и пожалуй единственное что я упустил всесторонне обсосав этот нож такой вот каламбур это чойл сделал он чойл с одной стороны как бы сюда можно пропихнуть палец что-то ну не скажу что проковырять тут скорее всего проколоть этим кончиком а с другой стороны чую все-таки маловатый палец смещается но того людей поранишься поэтому это чел здесь можно рассматривать исключительно как человек заточной ну все господа нажиманы на этом все на самом деле очень шикарный нож шикарно сделан ну и пожалуй но я не знаю что может здесь не понравится только дизайн который как всегда вкусовщина только можно к подшипникам прикопаться не знаю клипси то что ее могли сделать титану в остальном окей даже не будем рассматривать его как нож просто как произведением ножевое ну не искусство ножевой индустрии нож сделан очень клево очень замечательно ничем не хуже чем у итальянца а стоит сильно сильно поменьше и вот исходя только уже из этих соображений к нему можно присмотреться кстати у него есть брат 7 сантиметровым клинком не нравится поменьше я думаю все там же сделано все также может присмотреться к его младшему брату а на этом у меня все всем удачи оставайтесь на канале всем пока